Нынешние празднования годовщины Дня войска Польского будут крупнейшими с 1989 года. Множество торжественных мероприятий пройдут накануне, а кульминацией станет военный парад. Он традиционно пройдет на Вислостраде. Подготовительные работы к параду здесь ведутся полным ходом. Сооружены специальные высотные конструкции, с которых будет проходить прямая трансляция парада, а у подножья Королевского замка уже сооружают главную сцену, где выступят первые лица государства. Посетить парад или посмотреть его из дому в прямом эфире приглашают польские военные. Накануне оркестр войска Польского устроил в центре города своеобразный флешмоб. Девиз военного парада этого года звучит как «щильно бяло-червоно». Речь идет о нескольких смыслах. Во-первых, сильной армии, а во-вторых, бело-красных цветах, символизирующих флаг Польши. Мы хотим показать, что мы сильны, потому что мы понимаем все эти угрозы и вызовы, которые находятся за нашей восточной границей. И так, как наши предки в 2020 году. Ведь День войска Польского – это день памяти битвы Варшавской, когда войско Польское остановило армию большевиков. А сейчас наша сильная, бело-красная показывает, что мы сильны, мы готовы и можем защищать себя от России Путина. Министр обороны Мариуш Блащик рассказал, что парад этого года будет один из самых зрелищных. Веслострадой проедут образцы всей современной техники, которой располагает войско Польское. А полякам, к слову, есть что продемонстрировать. Война в Украине подстегнула Польшу к наращиванию своего оборонно-промышленного комплекса и заключению множества новых оборонных контрактов. В частности, с Южной Кореей, США и Германией. И сейчас войско Польское является одной из самых модернизированных армий мира, а танковая группировка считается крупнейшей в Европе. 15 августа мы покажем нашу силу, силу единства перед лицом тех угроз, которые находятся на наших восточных границах. Это очень важно для нас, показать, что поляки стоят стеной и поддерживают польскую армию. А польские солдаты хорошо обучены по всем международным стандартам и могут использовать современное вооружение. Это доказательство того, что войско Польское стоит на страже нашей безопасности. 15 августа Веслострадой проедут американские Абрамсы, южнокорейские танки К-2, гаубицы К-9. Они, к слову, считаются одним из лучших в мире. И именно на их основе производятся польские Саукраб, которые также будут участвовать в параде. Кроме того, Веслострадой проедут и хорошо известные всем украинцам американские Хаймерсы и Патриоты. Эти установки ныне охраняют восточные фланги Польши. Кульминацией же парада станет авиашоу. Над Варшавой пролетят американские вертолеты Апачи, новейшие и легендарные истребители F-35, южнокорейские F-A-50 и турецкие Байрактары. Примет участие в параде также и авиация сил союзников. В целом это около 200 единиц техники и 2000 военных.